Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Вторая глава, взглядого по пятый стих и десятый. Знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат из-за условий о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но спорище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Десятый стих. Вчера вечером я говорил Поковить и назвал ее Страшной. Страшной, ибо она упирается прямо в Страшный суд. Я готовился к ней пятьдесят восемь лет. Пересчитал все, что говорили святые отцы, и практически ничего не нашел того, что ищу. Как определить? Речь шла об избрании Божьем. Избран я или нет? Оказывается, можно ходить в храм, прищащаться, быть добрым, неукоризненным христианином и оказаться за дверями рая. Я никогда не знал вас. Они пришли и стучали, и твоим именем изгоняли бесов. Никогда не знал вас. Почему никто не объяснял это? Я его златоуса даже не нашел, хотя все двенадцать томов на несколько раз пересчитал. Видимо, эту тему Бог оставил каждому разбирать самому. Я на метки только дал. Почему я прошу читать? В общем, отпечатать его бы крупно и читать. Но я читал по бумажке. Вы свидетели все будете, что я не читаю. Считает другой человек, не подкупленный мной в руках, у него святая Библия. Его нет, вчера я читал другой. Несколько человек, там, первых, ослабленное зрение, раз, во-вторых, это вызывает больший авторитет. Мне говорят, как только вы проповедь сказали, а мне Господь позволил одному священнику, у которого больше всех говорит по эфиру, послать туда нашего человека и подарить ему книги. Ну, конечно, о Библии он нашел, то, что он много говорил, а о Библии почти не трогал. Буквально на следующий день я вышла проповеда из Библии в руках. И все сразу говорят, неужели он просчитал то, что вы дали ему? Я ничего не знаю, я говорю, это так и было. И теперь он из Священного Писания берет. Это авторитет. Что-то где-то человек думает, а если я это не приму, что будет? Здесь конкретно говорится. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Евангелие от Яна 12.48. Все остальное минет, как будто никогда не было. Вот, говорят, Крест был такой, Крест, фамилия его, самый богатый человек на земле, кто нету ничего, и следа нету. Было государство Хиеты настолько сильное, что бросало вызов Египетской империи. И ее не могут найти. Где оно было, это государство? Даже следа не осталось. Так и от нас. Пройдет и нынешнее племя во след исчезавших родов. Так вот, зачем ты свет родился и столько вытерпел скорбей, чтобы стать добычей червей. Вот вчера, кто не был, а там материал был заснят и выставлен, вы посмотрите. До последнего дня, еще утром, Господь еще мне открыл. Здесь занимался и еще приоткрыл одну ступеньку. Как проверить, какой признак, хотя бы признак, избран я или нет Богом? Речь идет об избрании. А вот такой-то там хулиган, пил, курил, это еще не говорит ни о чем. Кончина. Якова я возлюбил, говорит Господь, а Исава возненавидел, когда они еще были в утробе матери. И зависит спасение не от подвязающегося постом и молитвой, а от Бога изборавшего. Мы все места просчитали. Это страшная тема. Но кое-что можно заметить. Вот, допустим, Дух Святой исходит на щадок или нет. И сошел Дух Святой, и заговорили все иными языками проявления. Дальше Дух Святой сошел, и Мария стала прославлять Бога. Дух Святой коснулся ее, Анна, дочь Пануилова, запроповедовала. Коснулся Симеона, и Симеон начал. Значит, мы нащупаем, что когда Дух Святой сходит, человек свидетельствует о величии Божьем. А здесь другой вопрос стоит. Рожденный. Избранный Богом он или нет? А когда избрал? Ну, допустим, набирается куда-то важное место. На заработке или где-то. Записывает. Люди проходят какую-то комиссию, справки о здоровье. Господи, а у тебя как? Нигде не написано. Я по крупицам собираю, повторяю, 58 лет. И вчера вы это услышали. Я проверяю себя многократно. А на чем? На молитве. Ложись со спать. За день-то наработаешься. Я засыпаюсь, посмотрели, 47 секунд примерно, чтобы я заснул полностью. А я считаю, до воскресенья Бог. Я еще не досчитал и уснул. И как-то Бог толкнет. Просчитаю еще раз. Начинаю считать и не досчитал, опять уснул. Тогда прямо сажусь на кровати. И мысль такая, небесноватый ли я? Ну, небесноватый. Я должен спросить Бога, кто мне так мешает просчитать? Тогда уже просчитал. Усталость ли человеческая? Или я не годен Богу? Он меня просто от молитвы отворачивает. Мы должны поставить перед собой такие вопросы и ответить на них сегодня. Завтра будет поздно. Поздно не для одного человека. Для миллиардов людей на земле будет поздно этот вопрос ставить. Не забывайте, что каждый день умирает около, цифра дается, 70 тысяч человек. А рождается там, допустим, 90. Ну и проще. Данные сегодня найти легко. С чем они, люди, уходят? Да он был хороший. И однажды находим им. В аду много было хороших. И они уже никогда не выйдут оттуда. А можно вымолить. Это чисто православное слово. Нет такого слова вымолить. Вымолить. По делам Бог судит. Если любите мир, то, говорит, не любите мир, а не того, что в мире. Первая заповедь, самая главная. Возлюбие Господа Бога всем умом. Всей душой. Всей крепостью. Всем разумением. Второе подобное. Люби ближе, как со мной себя. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Не те, которые написали люди, старцы. Кто-то написал слово Божие. Любите. Вот это слово любовь. Людей рассматривается так. Он никому ничего не скажет. Никого не оскорбит. Оскорбить это когда не нравится. Солью присыпанной где-то. У Бога совершенно по-другому. Ты промолчал. Ну, промолчал. Просто видел и промолчал. Ты виновен. Его грех ложится на тебя. Из Экииля. 2.18. Его кровь я взыщу с тебя, говорит Господь. Но если ты его обличал, кровь его на нем. А ты спас свою душу. Это никто не отменял, эти законы? Мы сейчас считаем об этом. Одна из ступеней, о которой я хочу сказать сегодня, это терпение. Есть ли у нас терпение? Терпения не хватает, когда что-то не по-нашему. Ну, думал как. Вовремя билет дали, вовремя приехал, люди ждут. Ну, все как надо. А если не так? А если тебя на вокзале обокрали? Я говорю, зачем тебе карман-то сзади-то? Ну, ничего нет. До вокзала доехали, паспорт и деньги своровали. А теперь что делать? Почему же ты не прислушался? Другому я говорил, ты запирайся и ночью никого не открывай. Это трудозаповедь. Ну, через дверь спроси. А не так, что через дорогу батюшка живет, ему идите стучите. Вот до чего доходит. Еще Бог разве не видит, не слышит. Ну и что? Открыл. А он пришел с одной целью. Натащил электрод и сразу ударил в горло. А потом голову отрезал, об алтарь. Прошел вокруг сала и бросил ее на престоле. Вы знаете, о ком я говорю? Близкий нам человек. Яковлев Геннадий Михайлович, ставший ермонахом Григорием. Игнатий боится, Игнатий еще живой. Не открывай. Заприте двери ваши. 10-17. Матфея говорит, состерегайтесь людей. Не зверей людей, ибо они будут предавать вас. Это зачем же нам Бог говорит-то? Итак, терпение, когда не по-нашему. А вот как по-нашему, этому надо учить с малых лет ребенка. А у бабушек особенно, когда случают, там они главный лозунг. Ешь больше, спи дольше. Все. На этом кончится. И будешь такая же, как я. Главное, заповедь остается в силе, но не в нашем разумении. Ну а Бог, любовь? Да, он говорит, Бог есть любовь. А кто потопил первый мир? Сколько людей было? Речь идет не о двух человеках, если вся земля была покрыта. Значит, еще локтей выше. Кто? Бог, имя Ему, любовь. Погибли звери, погибли птицы, не водоплавающие. Всякая тварь, она спаслась только в ховчеге. А кто сжег садом? Ну, малые дети, они же не занимались этим. Сгорели все. И следа не могут найти. Предположение, что на дне мертвого моря. Это имя Ему, любовь, говорит Златоуст. Поэтому не играйте словом любовь. Кто говорит о любви много, надо под сомнение поставить. Это не кто-то говорит, Игнатия Бричченина. Если ты не испытал страха Божия, о любви глагодишь. Начни сначала. У тебя еще ничего не начато. Иоанн Златоуст говорит, обещание будущих благ края, содействию и спасению меньше, чем угроза быть в аду. А то за пятерку ребенку будут давать деньги где-то. Ты накажи его. Это его работа. Он обязан трудиться. То, что сегодня в школе учителя, тем более верующие, дают ему сгодиться на всю жизнь. Да он кое-что еще тебе домой придет, скажет полезному. Итак, просчитаем. Исход 34,6. Сначала, как Бог это говорит, терпение. Одна из важнейших ступеней. Быть избранным Богом. Напрягитесь. Я немного мест Писания взял. 30 всего. Ну, посчитаем. Поменьше. Но в Златоусте тогда говорил 30-35. Находил даже до 70 мест Писания за одну проповедь. Исход 34,6. И прошел Господь пред лицом его и возгласил. Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Значит, Бог, запомнил, сегодня выделим главное слово, долготерпеливый. Не так, что сразу ты грешил и человек его убрал. Нет. А вон у нас надпись есть. Ты оставил меня, говорит Господь. Я простру на тебя руку и погублю тебя. Я устал миловать. Неремия, 15,6. Первый раз, когда приехал, тогда было еще не Петра Бритова и епископа, Сергия Иванникова. Никто из епископов у нас не считал. Он сразу подошел. А там выцвало как раз и нет. Ну, пришлось рукой достать и написать. Внимательность его послужила тому, что он многим об этом сказал. Научитесь голову поворачивать иногда и на икону, когда пришли еще до службы. И через это тоже Господь говорит. Я сколько раз говорил. Молитесь, когда руки, сложите крестообразно. Или как-то так сложите. Не опускайте вот так вот вниз. Почему? Опущенные руки. Расслабленные коленом. Бог осуждает это. Я решил проверить иконописи. Прошел 470 икон в храме. Ни одной нету, чтобы руки были опущены. Вот и все. А что вы пусторообрядческие? Такой закон. Возьмите руки ваши. Да услышит Господь. Да услышит Господь. Богу много. Но только неопущенные руки. Но только неопущенные руки. Это исключается. Есть сегодня одна икона или совета. Сестра родная столицы. Но это сегодня. Вот мы просчитали. Долго терпеливые. В народе поговорка. Терпения не хватает. Переходи на долго терпение. Не по-нашему. Дети не такие. Работа не такая. Начальство не такое. Президент не такой. Патриарх не такой. Со всем соглашаюсь. Один вопрос. А что ты сделал, что было такое? Я студентам повторяю. Везде в университете я говорю. Я исключаю из своего лексикона слово «проблема». Никогда не произношу. Оно ничего не значит. Это американизмы. А как? Нерешенный вопрос. Оно заменяет это слово. Вот нерешенный, мы его решаем. Дети беспризорные. Три миллиона. Давайте что-то делать. А что? По нем еще создали лагерь. Учитывая изменившуюся обстановку, мы все-таки детей помаленьку принимаем. Это 48 лет. Тысячи детей пробыли без помощи государства. Преступников много. Но ты не знаешь. Открывает кому-то Господь идти в тюрьму, сотрудничать бесплатно. И люди меняются, выходят и ищут тебя, чтобы сказать, что он теперь совсем другой стал. А ничего нет дороже на земле, как спасенная душа. Все исчезнет, а это нет. Когда кается душа, это радуются не только жена и дети. Написано, и ангелы ликуют на небесах. А этому сегодня никакого значения не придает. Придумали молчание золота, которое превратится в железную цепь и поведут в булак. Домолчались. А ведь те, которые больше всего гнали церковь, они отвечали закону Божий на пятерку. На пятерку. В церковном хоре пели, как Адольф, как Владимир. А дальше-то дело не пошло. Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Нет. Не смотрите, как мир одевается. Не смотрите, как он разговаривает. У нас в предворе написано решение собрания, на котором батюшка был. Просчитайте еще один раз, какая должна быть одежда. Доедут в город, поезд долой, бороду еще подстриг маленько, остается свиная щитина одна. И вы что делаете? Это не один, не два раза уже я говорю на эту тему. Зачем Бог об этом говорит? Чтобы одевались, как прилично святым. У нас написано, чтобы не было облегающей одежды. Ну, слава Богу, и платье у нас все. За этим смотрим. Ну, ведь в церквах-то вообще никак нет. Как что пришел, ушел человек. А почему? Да главное сердце. Так это все из сердца идет. Это не откуда-то идет. А зачем ты это делаешь? Разрезы. Затем, чтобы мелькали ноги. Ну, не время рассказывать. Я тебе расскажу. И кто это придумал, уже все известно. Исключить. Ну, а я не могу никак. Ко мне приди. Я к ним там зашью, тебе нормально. У меня тряпок всяких хватает. Шить я люблю. Ну, помаленьку. Начинай отскребать. И проверь себе, избран ты Богом или нет. Дружба с миром. Ну, и что, что мир. Мы же живем в мире. Дальше считай. Есть вражда против Бога. Вражда против Бога не против человека. Ты не знаешь, какое против Бога оружие. Самое сильное оружие против Бога, это погубить верующего. Отвлечь от Бога. Потому что он за него умирал. И ты раму ему снова наносишь. И люди этим занимаются. Да, всегда занимались. Ну, а как же мы верующие, если мы не прощаем? А мы не можем этого прощать. Мы обязаны других предупредить об этой опасности, которая исходит от этого человека. Ну, Павел так не делал. А, не делал. А мы сейчас прощем и посмотрим. Второе Тимофею 4.14. Ссылаясь на Павла, вы должны знать его 14 посланий. Ну, не наизусть, но хотя бы раз. 4.14. Вы как Библия, не забывайте. Первое. Второе, второй виноват. Второе Тимофею 4.14. Александр Медник много сделал не зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Александр. Что интересно, фильм поставили Антихрист. И Антихрист называется Александр. У меня неоднократно были Александры. Такую злобу развивают. Чем это связано? С именем? Ну, если Александры святые. Павел, зачем ты напоминаешь? Ну, тебя обидал. Сделал мне зло. Ну, и похорони это. Нет. 2000 лет вспоминает Александр. Другой Александр был нанят. И когда Павла судили, евреи пришли туда, где Феликс находится. И этот Александр больше никак не проявляется. Апостол Павел отверг все обвинения. Я проповедовал. Там были садуги, они принимают учения о Христе, о душе. И поэтому смута такая была. Я не против государства. Он сумел это высказать. Еще прочитаем. Первое Тимофею 1.20. Таковы имения Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать? Опять Александр? Какой другой это или этот? Не знаю. Павел снова упоминает его в посланиях. И неоднократно. И что? Ну, прости его, да и все. Нет. Я предал его сатане. Так он и так сатане служит. И это не то. Я наложил на него особый херем. И у него ничего не будет. Вот человек готовил обратиться. Про консул. Ну, губернатор края. А он стоит и вставляет свои слова. Да кто Бога видел? Да где он Бог? А кто Бога сотворил? Может ли Бог камень сделать, который сам не избедет? И Павел повернулся и сказал, ты сын дьявола. Враг всякой правды. Да коли будешь сомжать прямых путей Господних? Вот на тебе рука. И он тут же ослеп. Это что, по-христиански? Слова-то ведь. Лексикон-то какой. Не нам судить. Дух Святой это утвердил и сказал. Все стоит на месте. И Александр, другие слов, недостойны. Еще прочитаем. Третье Иоанна. Послание. Там одна голова с 9 по 10 стих. По 12. А то пишите Иоанн. Там Павел. Ну ладно, Иоанн ты любимый ученик Христа. Ну он знает, как разговаривает с любви-то. Ну обидели-то. Ну обидели-то, прости и все на этом. Иди молись. Дель согрешить 490 раз против тебя. Говорит, с 7 жди 7. И тогда прости. Нет, брат. Не получится. Это что? Препятствие проповеди. Подрыв авторитета проповедника. Какого? Иоанна, конечно. С 9 по 12 стих. Третья Иоанна. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Так, я не ошибаюсь. Первая глава. Девятая глава. Девятая, двенадцатый стих. Это третья? Третья Иоанна. Третье послание. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, где утрев, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуюсь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло, не видел Бога. А Дмитрий засвидетельствовал на семье и самую истинную. Свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше истина. То есть, смотри, подхватил Диатрепа, но соглашается, что он был это непростой человек, а который имел авторитет. И он не только не принимает, но и объявляет войну и тем, кто принимает. Ну, можно было промолчать. Он сказал, ну, нет теперь Диатрепа-то. Нет, две тысячи лет этого Диатрепа люди считают и думают, как он посмел. Любезный ученик Иоанн, ученик Христа, на груди его возлежал. А мне плевать на это, как говорят. И он против Иоанна шел, против тех, которые Иоанна признают. У каждого самого злого человека есть свои соратники. Он не один. Один он много не сделает. Я всегда думаю, ну, когда он написал, тот-то прочитал или нет, Диатреп. Он какие-то, может быть, тоже писал послания. Ну, а почему нет? И Арий писал послания, не Сори, патриарх. Воевали против того, тех, кто утверждал, что есть Троица. Но мы знаем, что все это сохранилось в том виде, как Дуслый, то есть, сказал. Итак, мы говорим о терпении. Почему терпения не хватило ни у Павла, ни у Иоанна? Что просили, заглохли, и нигде бы не появились эти имена. Лично их обидели-то. Нам Господь напоминает об этом. Все не просто так. На суд Божий предстанет. А любил ли того человека? Вот у меня в лагере соблюдали строго пост. Но Петров в пост попадает тогда, когда дети приезжают. Нельзя молочное, и в определенный день нельзя масло растительное. Я не могу нарушить православный лагерь. И мне этот пост совершенно не нужен. И поле назначения этого поста вообще не выполняется. Оно для благовестия, чтобы человек постится, и его благословляет, идти на проповедь Евангелия. Здесь-то ни о чем нету. Да и никто его не исполняет. Это уж редко-редко, которые в церкви где-то. Мы его исполняем, а любви у меня нет. И я стал молиться. Господи, дай мне любовь к этому посту. А дети-то, ну, состали-то как-то, то рыбы-то много сейчас, то рыбы из города привозить, стряпать, и как-то... Ну, мы православные. Все равно с пищей-то разберемся. Но нарушать никак нельзя. А теперь делай это дело и прощаю. Молюсь, а любви-то нету. И теперь дай, Господи, любви, чтобы я это делал с любовью. Человек, который воевал, Деотрев против Иоанна, он не просто воевал. Он день и ночь сплетал венец на голову ему. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас, как неугодны. Мы считали сегодня, пели об этом. Блаженство. Где? Ибо велика ваша награда на небесах. Ни за что нет награды такой великой, как когда полосит. А то человек это не понимает. Сатана обуял разум. И могли они молиться всей церкви? Почему-то Павел не призывает молиться. Я не призываю. Но я не думаю, чтобы они не молились. И не думаю, что... Уж совсем они только говорили, отомсти ему, Господи. Хотя без нашей молитвы Бог делает. Мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Возлюбленные, не мстите за себя. Мне отмщение. Бог берет на себя. Тогда спрашивают, а у вас было в жизни? Было. Меня судили. И вот один следователь, Виталий звать его. Он очень расположен был. Я потерял связь с ним. Знаю только последнее, что он принял крещение с полным погружением. А другой против, что он мне прислали из ума, даже съедал. В 52, кажется, года внезапно какой-то гайморит и умер. Прокурор лютовал. Я еще не вернулся, он уже умер. Это не мы делаем, это Бог делает. А вы как? Я просто молился. И поэтому люди, за которых не молятся, они творят это зло. Проповеди. Они по краю пропасти балансируют. До тех пор, пока молятся за них. И поэтому, если будут знакомы, знаемы вами, предупредите. Время короткое. Ступенька терпения где-то кончается. Нам нужно переходить на долгое терпение. Просчитаем. Бытие 49.26. Этой ступеньке мы уделим сейчас большое внимание. Проверим себя. Есть ли у нас это терпение? Не стонем ли мы, когда болеем? Особенно люди не любят. Батюшка заболел. А я, ну как всегда, возьми, да скажи батюшку, а почему я не болею? Ты не говори, я тут уже заболею. Я не сказал, что не буду болеть. Завтра я, может, заболею. Но сегодня нет. Я ни разу не соборовался. К врачам не лезу. Ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Почему? Это не болезнь. А если болезнь, то это разумление. Ну я упал. Упал и сломал руку. Это не болезнь. На работе я наносил большие тяжести, у меня три позвоночные грыжи. Но это не болезнь. Это разрушение организма от тяжести. Если кто болен, призовет Пресвятия Роб, позовет, он дома лежит. Все не понимаете, не идет в храм. Он не может идти. И помолятся не о нем, а над ним. Он лежит над ним. Над ним это сверху. Тут ничего не надо, просто считать надо. Нет, наоборот, все делает. И стоят взрослые дядьки, на работу ходят. И стоят в собор улицы. Архивеи проходят мимо меня бывшие. И говорят, помазать по собору не надо. У меня есть врач, который следит за мной. Я консультируюсь иногда. Вот я не буду лечиться. А что из этого выйдет дальше? Можно выдержать? Он говорит, можно. А может быть, что исцеление придет без вас? Не знаю. Но я уже никогда не буду ничего брать. Таблетки ни одной не съел. За 82 года. А почему? Я доверяюсь Богу. Врачей не отрицаю. Почитаю. Иной раз написано, в их руках бывает успех. А согрешающий, да впадет в руки врача. Понятно? И неохота осознаваться, что я впадаю по своим грехам. Так, считаем. Благословениями Отца Твоего, которые превышают благословения гор древних и приятностей холмов вечных, добудут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вот откуда идет. Теперь, Левит 26, 43. Благословение Бог дает по избранию. Я оттуда взял один стих. Левит 26, 43. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, душа их внушалась постановлениями моими. Терпеть за кого-то, земля. От нас это все сокрыто. Ну, кто-то виноват на того, конечно. Вот я собирался ехать, а мне шины проткнули, сразу три колеса у нашего брата проткнули. И он теперь пишет, машина-то только приобретенная, поехал куда-то. Ну, вы знаете это, у одного из наших. Ну, тут можно как-то подкараулить, да ему проткнуть. А нам этого нельзя делать. Было такое описано в древности. Собрали целый флот, напасть на другое государство. Но поднялась буря, разбитало и утонули, никого нету. Суд заседал. Ну, а кого винить-то? И решили, виновата море. Судям дали бичей, они подошли и волны хрестали. Видимо, приговаривали, чтобы не трогали нас, или что. Мы должны сказать, Господи, без Твоей воли, если волос не падет, тем более корабли, а их было почти 400, а они не могли утонуть. Все до одного. Весь фараон с войском с ним не мог утонуть, если бы не эта волна, которая накрыла их. Числа 14-17. Господь, долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Не оставив без наказания, долготерпелив. Самое главное, Златоуст говорит, не отчаивайся. Почему Нил Стенайский говорит, согреши, дело человеческое, привязанное к плоти, согрешить, а отчаиваться дело сатанинское. Даже, ну, пал, вставай, что бы там ни было. Пришел убивать Златоуста. Представь, Златоуста пришел убивать, монахи подговорили. Его ссылку сославили. Между двух ослов натянули палатку, как, и они идут рядом, его лежать, а на свет они будут где-то лежать. А там монахи, фаретрии, епископ. Поднял монаха, православные. Засели за камнями и ждут, когда повезут, чтобы убить Златоуста. Православные. Осел споткнулся, он выпал из этого, покатился на крылью пропасти. Это даже придумать невозможно. Да ладно, одна женщина, имеющая крепостные стены, схватила их. А воины, которые охраняли Златоуста, лучше, говорит, попасть в руки агарян, нежели этим злым демонам, монахам. Злоба не имеет никаких границ. А как? Потушить. Простить. Молиться. Ожидать суда Божьего. У нас как уезжают люди в город, повторяю, вы за собой маленько так подглядываете. Если женщина, значит, платье должно быть, платок. Все, так трудно, платок. Разрезанный. Где ты взяла разрезанную? У нас же нет таких. Разрезанную. Остановил. Послушалась. Переоделась. Да это не все. Смотрите, как мужчины, все, вот, как у них воротник. Женщина обязательно, воротник у нее разворачивается, идет сюда. У тебя самая ценная грудь. Зачем ты ее показываешь? Мало того, вырежет квадрат какой-то. Это что, по-христиански? Если это ничего не значит, зачем написано? Как целомудренно, со всякой чистотой. А вот такие у вас платья. Уничтожь их. Или пришей. Это карточка наша. И не надо никого винить. Дружба с миром, вражда против Бога. Вражда. И его не победить Бога. Я говорю, когда не нравится, что мусульман настоящий. За 1300 лет ни одна маленькая девочка так не выйдет. Не говоря о женщинах. Я переписывался с одной женой Муллы. У них ночевали мы, когда поездки миссионерские были. И как они сидят, девочки? Вот так, руки, поворот. Я разговаривал с японцами и там другими. Поворот на 13 градусов. Больше нельзя. У него линейка. Вот такой высоты линейка. Там пальцы два толщиной. И он тебе подскажет, как сидеть. На уроках. Нервного слова. А у нас кидаются, чем попало. Нам далеко-далеко, нам не судить надо, а помолиться, чтобы у нас это целомудрие сохранилось. Без подка никуда на улицу не выходите. Вы знаете, у нас как это было, чем это кончилось? Полным разорением семьи. А начиналось с малого. Дети качаются на дереве, а дерево выходит на улицу. И никому дела нет. Нет, стали говорить. И вы знаете, что это сделано было? Я прибежал к батюшке, к старости, и говорю, давайте сделаем так, от него это дерево окружим оградой, чтобы оно в его ограде было. И все. Мы это сделали. И тогда нарушений какого не будет. В ограде не могут быть без подка. И что, они больше не стали? Вообще не стали кащаться, бросили дерево. Не в дереве дело-то. Дело в противлении, вывести тебя из нормального состояния. Не мстите за себя возлюбленное. Мы это сделали. Они не приняли. Это все перед Богом. Число 14-18. Потерпите. Мы сейчас это терпение разберем. Уже прочитал только что. 14-18 числа прочитали, да? Да. Дальше. Иисус Ановина 24-19. Иисус сказал народу, невозможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Да Бог долготерпеливый не потерпит. Потому что мы верующие. И Он ревнует. Ревнует о духе, живущем у нас. Ну, ревность понятна, человеческая, ни с кем никак. Так и Бог, Он не желает, чтобы мы от него отвлекались куда-то. Сколько времени отдаем на молитву? Сколько на еду? Один раз я поел. Раз, два, три поел. И сколько за день у тебя в обыкновенные дни на молитву уходит? И ты увидишь, что у тебя, Господь, тело, которое разложится и там ничего не останется. Или это вечная душа? А у меня времени нет, я занят. Тогда за рулем сидишь, за молитву там считают. Мы наезжаем, когда в город, мы утреннее правило всегда считаем, слух. Господь слышит и видит, что мы ограничены часами. Дальше. Псалом, сотый, пятый стих. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Надменного сердцем, клевещущего не потерплю. Дух Святой это оставит в силе. А почему? Так он тайна. Но эта тайна, когда делает, вот так крот называется, он там под землей. Или чужой, подсаженный, узнавать и врагам сообщать. Он многое видит. От чужих можно избавиться. А родственников куда денешься? Это когда он рядом. И она шепчет тебе на груди. А что мы верим-то здесь? А пойдем-ка вот туда, там лучше верят-то. И Библия говорит, если ты даже услышишь это от лежащего грудь твоей, рука твоя первая добудет на ней. Утром она должна умереть. Это Библия говорит нам. Значит, это дело очень и очень серьезное. Когда начинает, а я это скажу, а надо ли это говорить? Как пишет о Сократе. Один пришел, я твоего друга столько узнал, пока не надо. Ты уверен, что мне хочешь сказать, что это так и было? Я не уверен так. Ну, говорят все, так не уверен. Ну и дальше. Второй вопрос. Моя дружба с товарищем нарушится или такая будет? Когда он узнает, что я узнал про него? Не знаю. Ну и дальше стал говорить. Вот три условия поставил. А зачем мне говорят? Кто-то не стал говорить и ушел. Ты три вопроса поставь себе. Прежде чем что-то где-то говорить. Пишется перед Богом памятная книга. Памятная книга. И написано за всякое слово праздное, не враждебное, просто пустяковое. Придется ответ держать на суде Божьем. Псалом 16, 32. Псалом много знал о терпении. Долго, терпеливый лучше храбрый. И владеющий собой лучше завоевателя города. Город завоевать. Это штурмовать надо. Лестность и людей. А долго терпеливый все побеждает. Это терпи, молись. Это тебе награда. Ну, по-другому. Никак. Только так. Блаженно. Изнанные. Поносимые. Вы получите великую награду. Не просто награду, а великую. Это значит та награда, которую достаивается далеко не каждый. Если о тебе враг говорит хорошо, подумай, какую глупость ты сделал. Если враг помосит, тогда все стоит на месте. И человек тогда определяет себя, друг он или враг. 19, 19. Приджа Соломона. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Ну, ты как. Это серьезное дело. Нет терпения. И будет наказание. Исайя 1, 13. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительным для меня. Новомесячи и суббот праздничных. Собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Видите, Богу не угодно. И далее еще есть что-то в другой стих. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Это Бог говорит. Терпение Божье кончится. А какое? Курение, ладан. Это как будто про православие все говорится. И то, что в православии сегодня есть. Я говорю, вот мы 28 главные яния апостолов разбирали. Буквально ничего нету, чтобы было у нас это есть. Ну ладно, такой митрополит. Я говорю, можем мы с вами прощать. Встать на колени и помолиться. Ну и видите, как он пошел. Ничего особенного нету. Мы палатки расстелили, все молились. И помоленеку. Это начинать надо что-то смотреть. Как до нас были люди. Если апостолов сейчас завести сюда, это первое, постояли бы они, они могли бы спросить, а какой веры эти люди? То, что у нас есть, у апостолов ничего этого не было. Икон не было. Ну не было этого ничего. Но церковь приняла. Мы принимаем и благодарим Бога. Иеремия 15.15 О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня, гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Плащ Иеремия 3.26 Как стонут люди. Одна книга, так плащем называется, вся плащ. Как потеряли царя, потеряли земли, потеряли родных. Не война страшная так сильно, а плен. Я никогда тоже не знал, что бы не прочитал. Стал исследовать и действительно, это день и ночь томится. День и ночь издевательства. Никакой пищи не дают. Умирает сразу только плененые, которые советские пошли. 700 тысяч умерло от голода. У нас, говорят, и арестовали, лишь бы людей не было. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо. Что бы у тебя не было, положись на Бога. Близкие друзья есть? Посоветуйся. Попроси, чтобы тебя помнили в молитвах. Вот нам Господь устроил сейчас по интернету. Интернетное общество называется. Каждые два часа, счетное в 10, в 12, в 2, в 4, в 7 раз получается. Называется стопоклонная молитва. Вы можете через нас выйти узнать. Банки раздаются, я что-то делаю дома. И вдруг сигналы, все бросили. А это занимает 9-10 минут, больше нет. Все упоминается, все нужны. Кто молился, кому стало легче. Как это хорошо. Такие все близкие. Один человек из них, он сегодня здесь с нами молится. Он сегодня выезжает. Так что, если хорошие отношения, сохраните их. Он как раз один из тех, которые в интернетном обществе. Приезжают, принимают крещение. Даже с мальцом. Дальше. Языки Иль 23-35. Как пророки все смотрели на терпение. Посему так говорит Господь Бог. Так как ты забыла меня и отродилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. За беззаконие. Терпи. Я стал смотреть где-то 80 примерно с лишним раз. Не могу сказать два или три. Слово в Новом Завете терпение. Марка 13-13. Дома-то не каждый считает. А вы тут и выслушаете, как занятие. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Какое ты обещание Бог дал? Ненавидимы всеми. Всеми. И родными, и близкими, и дальними, и сектантами, и коммунистами, и фашистами. Всеми будете ненавидимы. Но претерпевший до конца. Вы знаете, последняя просьба какая вот сейчас? Знаете, я письмо родным хотел бы писать, где меня проще. Святые не это просили. А просили дать возможность помолиться за них. За тех, которые сейчас будут голову им рубить. Все одинаковы. Наш Анфимий Камедийский наш. Все из чего назван наш храм. Его могли отпустить. Он им понравился. И воины сказали, спрячься, скажем, что они начали. Он говорит, нет, вас послали, вы обязаны меня взять. Гури с Амоновой Авиф, написано, по улице ходили. Аресты начались ночью. Они не могут понять, на какую улицу берут-то. И они кричали, где эти, которые забирают-то? Ну вот они. Мордари кроет крышу. Ну мы тоже кроем иногда. Проходит какая-то процессия. Воины ведут, смотрят. А там знакомый один священник, епископ. Он здорово. Мордари, такое общество, никогда больше не будешь видеть. Он с крыши соскочил скорее, сапожник сидит. Ты там иди, жене, скажи, чтобы я с ними. Боин его бьет, он никаких с ними зашел. Люди как-то сказали Бога. Я ни к чему не призываю. Я просто говорю о житиях святых, написано. И он святой так и остался. За ним больше ничего не было. Строитель был. Но вовремя получил то, что обещано было. Лука 8.15 А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышит, да, слышит. Вот представь, самые уязвимые сегодня, это труженики сельского хозяйства и на полях. Я не говорю, скотина заразилась, язва сибирская там погибли. Но здесь нет дождя. Дождь пошел когда? Уша засохла. Вырос урожай. Дождь ее тут убрать нельзя. Кому обратиться-то? Если бы кто-то, как было перед революцией, поджигали поля специально, чтобы смуту носить, поля поджигали с белой пшеницей, и поэтому помещики на полях ночевали. Мы должны сказать, Господи, виновен я. А почему это? Я не знаю. И мы молимся. Вот у нас какой порядок. Такие праздники, когда среди недели, мы не работаем. А круженик сельского хозяйства, он имеет право работать. А воскресенье неприкасаемо. Ни для кого. А пропадет урожай, значит, Бог узнает. Мы чтим Новозаветие в субботу. 21.19. Лука? Да, 21. Лука.19. Мы должны быть захватывать. Терпением вашим спасайте души ваши. Заполните. Терпением вашим спасайте души ваши. Как будто ничего больше нет. А это все. Иногда приходят люди, мы объявляем 7 минут. Встанем все на колени. Некоторые не встают. Встанем все на молитву. Не на колени. Почему? У нас там тоже в общем нет это есть. Вы выходите на улицу, если 7-то минут, когда все углубляются в благодарственную молитву, восходят на вторую ступень молитвенную и на третью славословие. Всего 7 минут. Помолитесь Богу. Воздайте хвалу ему. И Бог еще больше даст здоровья. Я не могу. Э, нет. Ты не лежащий. И ты дома встаешь. И одеваешься, раздеваешься. Вы просто не можете понять силу этой молитвы. Когда в полном молчании мы напрямую обращаемся к Богу. А Он говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Я вчера говорил 40 раз, Господи помил. Это не вере. Избранный человек Богом вот это не будет воспринимать как должное. Самое большее 2,3 раза. Он избран. И теперь благодарить Бога. Избрание избрал Бог, говорит, и благословил на проповедь. Павла избрал, иди по всем народам. Избрание заключается в первую очередь, первая ступень благовестия. Он не будет просто сидеть. Он будет знать, что есть люди, которые еще ничего не знают. Мы это считаем обо всех апостолах. Он избрал их и послал на проповедь. 70 избрал, притом не какие-то миссионерские отделы, а по 2. По 2. 3 человека это уже не по Евангелию. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка терпения, надо шлифовать, знать, где терпеть, а где нельзя терпеть. Вот ребенок безобразно считает, ну я ей сказала дочери, что к 9 она вернулась домой, к 11. К 11 вернулась домой? Да где ты ее искать-то будешь? Да в 11 люди-то уже там могли спать ложаться, чтобы в рано встать, там 4.40. Это у нас были люди, и у них дочь. Я говорю, ты сама думаешь, что ты говоришь, где ее искать будут? Сколько сейчас находят убитых с таким трудом? Через несколько месяцев. Бабка отпустила, стояла у прилавки, и она выскользовала на улицу. Девочки нет, она вышла нигде, нет вообще. Через 2 месяца нашли только на дне озера. И все это показывает. Сегодня. А ты почему не учишься-то этому? Не на шаг, когда ешь, я вчера рассказывал, держи за руку. После этого ты будешь сказать, почему не двумя руками держал. Яков, 5 глава, с 8 по 11 статистик. Долго терпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что приближается Господне, потому что пришествие Господне приближается. Не седуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господне. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвы. Но да будут у вас, да да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Не седуйте. Седование – недовольство. Но дальше-то стоит. Вот когда мы седаем, никого не где-то, они и тогда начинают. Обязательно будут седать на то, что я говорю, это уже проверено не так. Почему нельзя? Это не потому, что там мне передадут и это, потому что судья у дверей стоит. Микрофоны не надо поставлять, он у дверей стоит. Я эту проповедь говорил в первый же год, как обратился. Она трогала людей. У дверей стоит, он слышит все. Все стою у дверей и стучу, кто отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, он со мною. Она слушает, он у дверей. И поэтому все разговоры в личном присутствии, насколько это лучше. Мало того, напиши. Если человек верующий или тянется к мирскому, там ничего и нету, там мирское. Там все, все мирское. И через дружба твою обнаружат, что ты мирской. А дружба с миром, граждан против Бога. Тут все на месте стоит. 1 Петра 2.20. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. За проступки взяли за что? Утащил что-то где-то. Ну и мало никаких дел. А вот когда ты не виновен и тебя обирает, вот за это получишь награду. Бывает, когда много проверяющие там в форме, все, подошел. Ты нарушил. Я не нарушал. Он начинает говорить. Ты нарушил. 5 рублей плати. Я не нарушил. Он говорит, я сказал. 10 рублей, чтобы заплатила. Она говорит, еще я сказал. Да я не виновен. Он говорит, 15. Я поняла, что будет 50. Скорее отдала и поехала. И сколько пишут, судят милиционеров. И что они берут в долг ларек через дорогу. И она в долг им дает. Двое приходят. Ты дай, Наташа, там столько-то. Дала. Проходит какое-то время. За миллион уже. И они ничего не придумали, как убить ее. А попутно, что у нас дочерь была, и дочь убили. Это все сегодня опубликовано и показано, как они в наручниках сидят. И когда судят, вот столько-то там лет, я скажу только мое мнение, я против убийства. Но в Америке, в некоторых штатах существует смертная казнь. В Берлусе существует. Этот насиловал детей, убивал. И мы сидеть. Да еще дадут столько, да еще и амнистия, если мы нормально. Он только вышел в первый же день, и опять тоже грех опять попал. То есть молиться надо в руководителях наших, чтобы издавали добрые законы. Я против убийства. Ну тогда введите закон Божий. Или хотят закон Моисеев, или шариат. Шариат. Там тоже бывают нарушения. Но нарушения не такие. В Китае, если он взятку брал где-то, его расстреливают, он министр показывает, он стоит в плаще. Откладывается от него, только если деньги, он должен накопить на одну пулю, сколько она стоит. Теперь меньше это дело. На пулю заработал, вывели. Родственники все обнялись, поцеловались. На затылок и больше нет. Повторяю, я не призываю, я просто говорю, большие государства. И там открытым ртом друг друга не хватает. Они знают, это слишком опасно. Из Барнавула двое ездили на велосипедах. Их тут расспрашивали. Что самое важное вы заметили? Ну там все в магазинах есть. Дороги хорошие. Ну а самое-самое. Ты еще друг друга спрашивал. А то, что велосипед оставляли на остановке, и никто не тронет его. Золото, мешок оставляли, и никто не тронет. Говорят, о, нам до этого далеко. Я зашел в библиотеку, книги обменять. Вышел, ни книг моих нет, ни велосипеда. Я в милицию. Они говорят, а ты не первый уже сегодня. Почему? Страна воров. А это может от нас зависит. Что мы молчим. И ворами обещают. А можно оборовать это, и авторитет своровать. И землю подвинуть там. Ну мало ли что. Нигде и никак. Мы Божие. Я теперь только прочитаю римлянам, 5 глава, с 1 по 10 стих. А потом просто прочитаю галатам, 5, 22, филиппийцам, евреям, 12, 3, 4, и на откровениях, 13, 10, 14, 12. Пока римлянам прочтем, и все. 5 глава, с 1 по 10 стих. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа, через Которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. А терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Так, мы собрались за того, чтобы отсюда выйти другими. Давайте помогать друг другу. Вот сейчас, допустим, нахлынут какие-то, такие бывают люди, захватывают там большие кинотеатры, там тысячи людей бывают как в Бесславе, я там был, смотрел, ужасно все это. И мы перед Богом предсадим, помогать друг другу выйти из этого состояния, которое нас обличает. Если кого-то Господь коснулся через слово свое, это уже не зря мы здесь стояли и томились. Да благословит нас Господь, и да спасет, чтобы в вечности мы все были с Ним. Аминь.